Поедешь со мной? Поехали! Когда вы зайдете в бота, надо нажать старт, потом он вам предложит подписаться на канал. Вы подпишитесь и получите бонус в 50 копеек. За каждое задание бот выдает 30 копеек. Ну, неплохо так. Ссылочку я оставлю в описании, переходите и зарабатывайте. Будущий рок-музыкант появился на свет 6 февраля 1973 года в северной столице. С раннего возраста он проявлял интерес к различным видам художественной деятельности. Любил музыку, обожал придумывать разные фантастические истории и пробовал писать рассказы. Подростком он думал, что станет великим художником и его картины будут выставлять в Эрмитаже. В 1988 году юноша поступил в Ленинградское реставрационное училище, где осваивал профессию маляра. Там он познакомился с Михаилом Горшеневым. В 1990 году князь стал вторым солистом и автором текстов песен группы. Ну а более подробную информацию я рассказал в ролике о Михаиле Горшеневе. Ссылочку я оставлю в описании, обязательно посмотрите. В 2011 году с целью самореализации и в связи с определенными разногласиями он отказался участвовать в создании мюзикла о маньяке-парикмахере Тодд и объявил о запуске собственного проекта «Князь». Музыкальный стиль новой группы Андрея во многом продолжил стилистику предыдущей с преобладанием панк-рока в музыке и текстов фантастического характера. Ее дебютной работой является интернет-сингл «Человек-загадка». Впоследствии рок-коллектив регулярно записывал новые композиции, выпускал альбомы и проводил концерты. После смерти Горшка ходили слухи о возвращении князя в легендарный коллектив. Но он их официально опроверг, а вскоре группа совсем прекратила свое существование. Андрей женат вторым браком на Агате. Она фотограф и творческий человек, любит рисовать, писать стихи. По его словам, они идеально дополняют друг друга. Также у них есть дочь Алиса, которая появилась на свет в 2010 году. Первой супругой музыканта была психолог Елена Исаева. В 2005 году она родила ему дочь Диану. Помимо этого всего, хочу сказать, что после смерти Горшка Андрей окончательно перестал пить спиртное. Но вот такая краткая история о жизни князя у меня получилась. Хочу вас попросить поставить лайк под это видео и подписаться на канал. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!